Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Все, которые поступают по федеральным программам, ремонтируют дороги, парки и дворы. И власти рассчитывают, что, возможно, будет увеличить объемы привлечения средств в госказны. По словам Васильева, это позволит создавать новые рабочие места, увеличивать поступление налогов, улучшать материально-техническую базу предприятий. Но в перспективе область должна прийти к бездотационности. Пусть эта задача ни года, ни двух, отмечает глава региона. Программа Экономика. Застройщик ЖК «Виктория» похитил 2 миллиона рублей. Это следует из уголовного дела, которое заведено по материалам прокурорской проверки строительства дома на Преображенской, 95. Сдать его должны были в июне 2017 года. Один из руководителей компании ЖК «Виктория-4» похитил более 2 миллионов рублей, полученных от дольщиков. Он направил деньги не на строительство, а на иные цели, сообщает прокуратура. Строительство дома сейчас не осуществляется. Готово только три этажа. Степень готовности 30%. Уголовное дело заведено по статье «Мошенничество». Им занимается следственный отдел по расследованию преступлений в сфере экономики ОМВД по городу Кирову. Отмечу, что застройщик информацию о доме убрал со своего сайта, а в компании ранее заявляли, что сроки завершения работы перенесены на осень 2018 года. Накануне же обманутые дольщики Кирова устроили очередную акцию. Они принесли несколько десятков заявлений о нарушении своих прав в приемную президента и выпустили в небо черные шары с надписью «Путин, помоги». Далее информация от наших партнеров. Открыть свое дело – мечта многих. Однако и новый, и успешно работающий бизнес может оказаться под угрозой, если не позаботиться об охране труда сотрудников компании. Каждый забытый нюанс может обернуться штрафом в 100 тысяч рублей, предупреждает директор Кировского регионального центра охрана труда Андрей Воротников. Наняв работника, руководитель этого предприятия может его допустить до работы только, например, после предварительного обучения. Занимается ли этим кто-то в компании или нет? Скорее всего, нет, как показывает наш опыт. После этого работнику, возможно, надо выдать средства индивидуальной защиты. Возможно, провести медицинский осмотр. То есть вот такие моменты, они, безусловно, присутствуют. Решить их, на самом деле, достаточно просто. Конечно, стартаперу, который все усилия вкладывает в развитие компании, у него нет времени на эти мероприятия. Здесь надо привлекать специалистов. Охрана труда от компании небольшой. Это простейшая работа. Ее надо отдавать на аутсорсинг. Позаботиться о своих сотрудниках, значит, позаботиться о будущем своей компании. Кировский региональный центр охрана труда. Сайт от edifizkirov.ru. Ваше спокойствие должно быть оправдано. Экономика. В завершение валютах. Доллар сегодня 59,27. Курс евро 69,67. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». 101ФМ.